Такие образования, абсцессы печени огромных размеров, занимающие практически все левую и правую долю печени. Такая довольно-таки редкая патология. С уникальным тяжелым случаем столкнулись врачи Видновской районной клинической больницы. 30 января к ним в тяжелом состоянии поступил 39-летний житель Подольска Олег Игнатенко. В анамнезе огромные абсцессы в печени, один из которых прорвался в брюшную полость, вследствие чего развился перитонит. Было выправлено три релопаротомии, дренирование, тампонирование абсцессов в брюшной полости. Послеоперационный период осложнился, соответственно, сепсисом. И все это на фоне COVID-19 с серьезным поражением легких. Вирусная пневмония, осложненность бактериальной пневмонии, то есть явления сепсиса были нарастали. Появились новые осложнения, как гидротуракс, двухсторонний пневмоторакс. По этому поводу больной тоже был троперион, затем приведен на ЭВЛ. Была трехлестома наложена, потом, после интенсивной терапии, мы его сняли с искусственной вентиляции легких, деканулировали и перевели в хирургическое отделение. За жизнь мужчины боролась команда квалифицированных хирургов в составе Антона Шапаренко, Виталия Осокина и Дениса Мирошникова. В отделении реанимации пациент провел больше месяца. Были почти каждодневные коллективные обходы и профессиональный осмотр и профессиональное назначение, что дало возможность выходить на самом деле у очень тяжелого больного. Почему? Потому что это такая редко встречающаяся патология абсцессы печени на фоне особенно неизвестной нам коронавирусной инфекции. Медики полагают, что причина возникновения абсцессов печени могла стать травма, полученная пациентом некоторое время назад во время игры в хоккей. А коронавирусная инфекция, спровоцировавшая депрессию иммунной системы, стала пусковым механизмом редкой и опасной патологии – абдоминального сепсиса. Но благодаря слаженной работе врачей в РКБ Олегу Игнатенко удалось поставить на ноги. Хотел поблагодарить всех врачей, весь корректив, ну, понятно, отдельно лечащего врача, Тон Геннадьевича, Юрия Григорьевича, ну, и, конечно же, Дениса Саныча, заведующего также реанимацией Александра Александровича, поблагодарить за работу, за их нетяжелый труд, особенно в нынешнем условиях. Сейчас Олег чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой, где его с нетерпением ждут жена и дочка. Екатерина Борисова, Ольга Садовская, Видное ТВ.